Всем привет, уважаемые зрители, вы на канале Айзис Знаний. Хотя официально существует только 7 природных чудес света, по всему миру можно найти массу удивительных природных достопримечательностей, с которыми стоит познакомиться. Наш мир наполнен неописуемой красотой, как рукотворной, так и природной. Сложно сказать, хватит ли одной жизни, чтобы повидать все земные чудеса. Ведь в течении человеческой жизни невозможно увидеть все удивительные чудеса природы. Но зато можно выбрать те из них, которые кажутся вам наиболее уникальными. Для этого предлагаем вам воспользоваться очередным выпуском 10 самых интересных чудес нашей планеты. А перед началом я прошу вас подписаться на наш канал, а также поддержать данный ролик лайком. Это сильно поможет нам дойти к цели в 1000 подписчиков. Желаю всем приятного просмотра! Остров Сокотра Остров Сокотра интересен прежде всего тем, что такую природу больше не встретить нигде на планете. И тем, что туда очень сложно попасть. Самолеты не летают, кораблям не дают проплыть знаменитые сомалийские пираты. Название острова в переводе с сансквита звучит как «Остров счастья». Такое название вполне соответствует действительности. Прекрасные поражающие воображения, пейзажи, безмятежная тишина и огромные тихие пляжи практически любому путешественнику помогут отдохнуть от суетливой материковой жизни. Пейзажи острова скорее похожи на кадры из фантастического фильма о далеких планетах, но все они являются частью природы нашей Земли. Сокотра – один из самых изолированных мест на нашей планете. Он отделен от континентальной Африки около 6 миллионов лет. Такое расположение делает тридер стени острова эндемическими, растут они только на его территории, что и привлекает такое повышенное внимание к острову. Ниагарский водопад Ниагарский водопад – одно из чудес света, находящиеся на границе Канады и США. Каждую секунду огромные массы воды с шумом устремляются вниз, поистине захватывающие и удивительное зрелище. Ниагарский водопад находится Ниагарский водопад на одноименной реке Ниагара между двумя государствами. Он не является самым большим в мире, высота лишь 53 метра, но через него проходят колоссальные объемы воды, несогнимые ни с одним другим водопадом. Многие считают, что Ниагара – один водопад, но на самом деле их три – американский, канадский и Фата. Около него расположены два города – американский Буффало и канадский Ниагара-Фолс. Пещера Эйс-Резинвельт Ледяная пещера Эйс-Резинвельт – это самая крупная пещера, покрытая льдами в несколько километров вглубь. Расположена она в городке Варфинг, Австрии. Здесь можно увидеть замерзшие водопады, реки, сталактиты и сталагмиты, огромные глыбы льда, которые порой напоминают своей формой различных животных. Эта пещера входит в комплекс других известняковых пещер. Эйс-Резинвельт с немецкого переводится как «Мир ледяных гигантов» и является самой большой ледяной пещерой в мире, общая протяженность которой составляет около 42 километров. Комплекс из ледяных пещер Эйс-Резинвельт был обнаружен в 1879 году Антоном Пассельтом, австралийским натуралистом из Зельсбурга. До открытия пещера была известна только местным жителям, которые полагали, что она является вратами в ад и никогда ее не посещали. Остров Эль-Ютера Эль-Ютера – это узкий остров, который находится на границе между Атлантическим океаном и Карибским морем. Если смотреть на него с высоты птичьего полета, открывается невероятно фантастическое зрелище – узкая полоска суши между светлыми и темно-синими водами. Эль-Ютера в переводе с греческого – «свобода». Наряду с невероятной багамской атмосферой здесь ощущается контраст во всем. Отдых на Эль-Ютере – первоклассный, элитный, великолепные пляжи с белоснежным или бледно-розовым песком на узком и длинном острове с 11-тысячным населением, бухты со складами, интересные пещеры, наречистейшая вода, райское место. В 70-е-80-е годы прошлого века Эль-Ютера был очень любим мировыми известностями. Здесь бывали такие знаменитости, как принц Чарльз с принцессой Дианой во время ее беременности, Роберт Де Ниро и другие. Парк Йеллоустоун Йеллоустоун – национальный парк, находящийся в кратере огромного супервулкана. Знаменитый парк был открыт не сразу, многие исследователи проводили экспедиции и пытались доказать людям, что существует такое невероятно красивое и в то же время опасное место. Здесь самые огромные гейзеры на планете, старый служака и гигант. Супервулкан Йеллоустоун – не только чудесной красоты парк, это и опасное место, ведь он находится в кратере самого огромного и самого старейшего вулкана на планете. Фауна Йеллоустоуна составляет 300 видов птиц, 67 видов млекопитающих и 16 видов рыб. Кого тут только нет – и могучие медведи-грейсли, и белохвостые благородные олени, сурки, снежные козлы, койоты и велороги, американские журавли, белые пеликаны и белоголовые орлы. Национальный парк Чанзиадзе Парк Чанзиадзе в Китае не подойдет тем, кто боится высоты. Говорят, что этот невероятный лес стал прототипом потрясающих пейзажей, изображенных в фильме «Аватар». Это выдающееся место как по красоте пейзажей, так и по многим другим моментам. Здесь находятся столбы из кварца высотой до 1080 метров, которые вдохновили режиссера фильма «Аватар» в 2009 году и самый высокий внешний лифт в мире. Лифт «Ста драконов» – это самый высокий внешний лифт в мире. Он поднимает кристер на высоту 330 метров на смотровую площадку на вершине горы. Стеклянный мост Чанзиадзе – еще одна местная достопримечательность. Мост имеет стеклянное дно и прозрачен. Это самый длинный и самый высокий стеклянный мост в мире. Парк Чанзиадзе создавали прежде всего для защиты уникальных видов растений и животных, и фантастических скалистых пейзажей. Но на 1933 году своего существования заповедник поднялся на вторую строчку самых посещаемых охранных зон страны. Мертвое море Мертвое море – это уникальный подарок природы, который помогает людям оздоровиться и обрести долгие годы жизни. Поэтому лечебные туры на Мертвом море пользуются особым спросом у туристов со всего мира. Исцеляющий водоем расположен на самой низшей точке земного шара. Соль, полезные минералы, кислород и чистая вода благоприятно способствуют на человеческий организм и способны избавить от многих заболеваний. Стоит заметить, что вода Мертвого моря обладает высокой концентрацией соли, от чего практически невозможно утонуть. А знали ли вы, что Мертвое море – источник настоящего природного асфальта? Последняя добытая глыба асфальта весила больше тонны. Еще в древности люди пользовались этим свойством Мертвого моря. С помощью асфальта, находящегося в Мертвом море, наши предки смолили корабли, поэтому Мертвое море иногда называют асфальтическими. Галлопогостские острова Легендарный архипелаг, уникальный заповедник всемирной биосферы и главная туристическая аттракция Эквадора – все это Галлопогостские острова, получившие свое название по имени особой разновидности гигантских наземных черепах. За счет изолированности островов многие виды животных встречаются исключительно на галлопогостах. Морские игуаны, гигантские черепахи, налетающий баклан и галлопогостские морские котики – это лишь малая часть экосистемы, которую можно увидеть здесь. Черепахи будут вальяжно переходить дорогу, а игуаны и морские котики отвоевывать удобное место на пляже. Здесь можно по-настоящему почувствовать себя частью природы, наблюдателем, но никак не туристом. Лавандовые поля Прованса Лавандовые поля – одна из главных достопримечательностей региона, ставшая буквально его визитной карточкой. К сожалению, посмотреть ароматные фиолетовые поля можно практически только в июле. Посмотреть поля можно пешком, на велосипеде или на машине по одному из многочисленных маршрутов. Полей много, они весьма разные. Самые красивые могут быть оккупированы толпами китайских туристов, но можно немного отойти в сторону, и на поле вы будете одни. Поездку к лавандовым полям Прованса можно совместить с посещением одного из фестивалей лаванды, которое проводится в разное время в нескольких главных лавандовых городках. Как правило, праздник приурочен к сбору урожая ароматных цветов, так что после подобных праздников смотреть лавандовые поля уже поздно. Полярное сияние Полярное сияние – неповторимые и незабываемые природные явления. На ночном небе появляется завораживающий туман приятного зеленого оттенка. Часто бывает, что этот цвет переплетается с фиолетовым или розовым. Действительно захватывающее зрелище, которое стоит увидеть. Страхи, что полярное сияние заберет на небо тех, кто ходил под ним в белой рубашке, остались в прошлом предков, поэтому сейчас уже не надо быть отчаянным смельчаком. Можно с восхищением наблюдать за этим изумительным явлением, не боясь никаких серьезных последствий. Норвегия – одна из стран, где можно увидеть столь уникальное и теперь объяснимое явление. Чаще всего северное сияние появляется в осенние месяцы. В это время года в стране рано темнеет, а уже в конце ноября в Норвегии начинается полярная ночь. Также велики шансы увидеть сияющую красоту небес в зимние месяцы. Помимо Норвегии, северное сияние могут наблюдать жители Исландии, Финляндии, Швеции и Российского Мурманска. А в конце этого ролика я хочу передать привет трём нашим подписчикам. Анна Борисова, Алекс Алекс и Влад Давыденко. Друзья, я благодарю вас за то, что вы с нами и поддерживаете нас. Да, мы читаем ваши комментарии, мы ценим вашу поддержку и стараемся радовать вас новыми роликами. Всем спасибо за просмотр. Пока.